вот случай когда есть разница поворота головы вот в эту сторону поворот он чуть меньше вот в эту сторону чуть более свободный поворот получается здесь нужно найти какой из суставов между позвонками двигается хуже с какой стороны если поворот у нас хуже вот эту сторону но скорее всего с этой стороны где-то будет какой-то сустав который делает меньше объем движений вот и ставим руки на сами суставы и делаем поворот движение и смотрим где будет ограничение движений вот например вот здесь вот вот в эту сторону объем движения чуть больше свободнее идет вот сюда чуть похуже идет вот и вот здесь вот ниже тоже вот сюда объем движения хорош с левой стороны вот сюда туговато идет состав здесь он 50 процентов движения не делает вот чтобы нам увеличить поворот вот сюда вот в эту сторону нужно сделать так чтобы вот эти два сустава они хорошо тоже повернулись момент движения это чаще всего происходит из-за того что есть разница в мышцах справа и слева вот здесь справа они чуть покороче слева по длине и поэтому вот это движение сделать получается здесь они не мешают двигаться в эту сторону длина мышцы не дает вот и с мышцы нужно поработать сделать ее немножко по длине и вот это вот чуть под растянуть это мышцы поднимающую лопатку с этой стороны надо будет ее сделать чуть посильнее объема и добавить потому что права на больше в объеме слева чуть меньше в объеме и сам сустав тоже нужно будет с места сдвинуть чтобы увеличить объем движения в составе ложись вот еще раз объем движения проверяем вот здесь вот слева хороший здесь левой стороны все ставы полный объем движения не делает здесь вот с правой стороны нужно найти сустав которым объем движения ограничен вот они вот эти два сустава и сейчас его нужно будет угол под которым он двигается вот естественно его нужно найти и под этим углом надо будет этот сустав подвинуть статусом садись на нижних позвонках чуть важнее делать манипуляцию вот один сустав движения стал делать чуть лучше тот который повыше находится тот который ниже вот здесь вот здесь объем движения в нем все еще ограничены вот чтобы с него снять фиксацию нужно немножко под другим углом сделать потому что под тем лишь сделать тяжело посадить чтобы сделать под этим углом здесь нам нужно было найти и это вот на нижних движений вот сейчас суставы они более-менее по свободе стали двигаться но чтобы он сам мог пользоваться объем движения в этом суставе нужно будет укреплять мышцы вот с этой стороны и растягивать мышцы от стороны здесь нужно будет поделать упражнение на растяжение мышцы поднимающую лопатку это вот например рукой держимся за стул или можно вот сюда назад руку убрать просто плечо не поднимался и в этом положении вот сюда наклон делаем держим секунд 5 10 вот мышца она чуть растягивать потом расслабляем углы можно чуть менять можно чуть с поворотом головы делать положение руки то уж как удобно можно за спину можноzanышку здесь можно например когда чуть еще помните когда на стуле сидим тоже чтоб плечо не поднимался можно лежа лежа подложить руку под ягодицу например вот так вот вот так вот лежа подложить чуть пониже опустить или чёрство по ним не поднимался это же вот в этом положении полежать тоже вот здесь будет растягиваться то есть это на ту сторону который раз хорошо она противоположную сторону на цена здесь нужно поделать упражнение на усиление мышцы вот первое с чего нужно начать встаешь прямо лицом к стене максимально близко руки ставишь вот сюда вот так вот прям согнутые 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 и вот здесь вот начинаешь руки выпрямлять в локтях локтях выпрямлять и так чтобы они выпрямились плечи надо поднять с обеих сторон вот поднял чуть подержал и опустил поднял чуть подержал и опустил да вот в этом положении как раз работает мышца поднимающая лопатка если сначала делать тяжело можно руки чуть пошире поставить есть примерно на уровне костей передней верхней кости вот вот это упражнение нужно будет поделать поднять подержать опустить делать его сразу на 1 обе стороны вот та мышца которая здоровая она от этого с ней ничего плохого не случится но вот это чтобы она будет и догонять то есть вот это вот первое упражнение и второе это нужно поднять также оба оба плеча поднять чуть пониже и вот в этом положении начинать голову поворачивать вот в эту сторону и вот в эту сторону то есть в обе стороны сюда повернули прямо сделали сюда повернули прямо сделать и особенно делаем побольше движения вот в ту сторону куда хуже поворачивалась чтобы привыкала мышца которая отставала в момент когда голова поворачивается работать то есть вот это плечо она чуть-чуть должно подняться вверх момент поворота не должно провиснуть вниз здесь важно еще не стараться слишком большой объем движения сразу сделать то есть вот сколько она поворачивается только пока поворачивается с усилием не надо поворачивать на постепенно сама разработать